всем привет по многочисленным просьбам сегодня буду показывать как я поливаю орхидеи вновь так сказать ну что обычно я поливаю либо вот с этой штуки либо вот с этой штуки ну бывает еще из бутылки вот но некоторых маленьких вот таких допустим удобнее все-таки поливать из вот такой то есть беру и вот так вот поливаю так смотрю смотрю на корни мне здесь воды много не надо не надо чтоб корни просто чуть-чуть попили и все то есть иногда я вот так наклоняю стаканчик потому что у меня вода стекла и ее совсем немного на дне вот но допустим она корни не задела быстренько проскочила поэтому я вот так иногда наклоняю немножечко так сказать мочу их вот они начинают зеленеть вот там где не попало можно в принципе добавить но я так особенно не заморачиваюсь потому что они они в итоге это все равно позеленеют потому что если корни доходят до до дна горшочка кашпо или что в чем у вас там сидят стаканчик то рано или поздно корни они воду подтянут и все равно позеленеют вот так вот это я уже полила здесь корень уже позеленел вот и на дне видите чуть-чуть так как здесь до конца корни не доходит до самого примут стаканчика до дна то есть вот я оставляю немножко и сейчас водички так что там у нас следующее хочу сказать что вот в таком стаканчике в маленьком деточка растет гораздо как то вот как то вы знаете мне кажется у них корни быстрее гораздо пошли в рост чем вот я посадила в большую более больший стаканчик но не тоже конечно нормально себя чувствуют но у них просто раскоряченные были корни и мне было в маленькие не посадить у это были компактные дети как она уже она уже вообще смотрите раскуклила все свои корешочки прямо уже даже видите по дну стаканчика уже пошла вот так расти то есть это детка прекрасно себя чувствует сказала лучше всех даже так следующая тут уже по кругу пошли корни сейчас немножечко пущу вот видите пошли либо это был такой корень уже не помню ну она такая у меня суховатая так над нас так на стаканчик сам как бы и прыску немножко наклоняю все сейчас они медленно медленно и все позеленеют так а вот этот корень который тут у нас лежит его можно отдельно проснуть прямо на него так чуть чуть раз раз отдельно ему так сказать намочить вот дальше 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 все то же самое тут у меня почему-то конденсат у этого стаканчика но корни они сухие все равно поэтому я все равно по кругу пройдусь немножко эти корни они такие темные должны позеленеть может быть и отомрет этот корень потому что цвет у него какой-то не очень но ничего у нее отрастет видите уже кончик позеленел все но уже начала рост корней листик тоже растет это хороший признак так следующее вот это моя она тоже растит корешочки свежие ну старые корни они редко когда на самом деле прям так круто приживаются тут у меня специального так открыто чтобы первых проветривалась ну и чтоб я видела потому что эти корни они после мха имеют такой тоже видите цвет не знаю какой-то он все равно мне кажется они потом атоморот они конечно питают орхидеи сейчас но все равно новые они то лучше надежней видите растет жить будет значит все хорошо немножечко чтобы водичка видите чуть-чуть стекла и все и хватит нормально так вот таких вот которые маленькие я точно прыскаю таким образом все немножко воды на дне и все тут корешочек который уже стремится уже скоро сюда до конца стаканчика дойдет а он тут есть еще один да так нормально так есть у меня еще вот такая детка это очень мне давно сидит растет прямо вот с такой даже не помню что это за орхидея была по-моему я откуда-то взяла не с моей орхидея с какой-то с чужой медленно растет да она у меня и в корее сидела и во мху теперь уже вот в керамзите корни нарастила именно в керамзите такие хорошие и я уже так достаточно от воды наливают столько ну потому что стакан маленький и вода очень быстро испаряется быстрее чем в больших горшочках вот поэтому тут корни уже они растут здесь можно оставлять немножко на дне воды то есть это не только что пересаженная детка это уже на тут в этом стаканчике давно поэтому смело водичку можно оставлять так следующее у нас то есть с одной полочки беру на это мукола как мы с вами опознали вот это мукола которое я покупала ваша не 21 мая что ли написано мне ни один листик был какой-то весь измученный все жду пока на его отсушит она все не отсушивает так корни видно здесь то есть вот этот горшок большой ну как бы да по сравнению с предыдущими вот он как-то вот влагу тут больше держит даже корни они были конечно же начинают сереть не в принципе не критично то есть они не были очень сильно и серыми вот и то есть полив можно и отложить в принципе еще на несколько дней вот но и водой не заливаю так прыску и вот так оставляю то есть это влажность на горшке эти крупные капли которые стекли вниз и этого достаточно чувствует она себя нормально то есть она такая хорошая вот эти вот это вообще вырос у меня уже похоже вот эти были которые они такие не но они тоже нормальные тургор есть у них так вот еще одна уценка из обе так сидела которая в пеноплексе в марте месяце а уценка была с января так пеноплексе марте когда еще это посадила или в марте сюда посадила счет уже не помню как обычно страшного главное что просла корни тут такие вроде мне неплохие толстенькие так посмотрю ну что до дна доставали они я не вижу поэтому поэтому я и прыскаю воды больше понятно да почему потому что корни где-то допустим до середины горшка только доходит если воды не будет на дне то она не будет чувствовать где это вода корни короткие а если корни длинные до сюда доходит тогда конечно воды много не надо вот этой можно побольше ничего страшного можно вот так налить можно побольше даже вот так наливает нормально плещется водится так это у нас уценка из обе 29 мая написано у меня розовая листик у нее пятнистый я так уже конечно пригляделась вижу я конечно эту пятнистость вижу здесь здесь прямо такая явная прямо классная вообще будет суперская это вот эти розовые которые в обзоре по моему я вам показывала там но не так давно они у них очень долго долго продавались в обе все никак продаться не могли пока они их не начали уценят так здесь корни до дна дошли ливанула мимо бывает вот немножко немножко чтоб корень был в воде много не наливая так что тут у нас следующая а следующая у нас такая орхидей к она сейчас цветет такая красавица очень нежненькая вот и она уже скажу когда в апреле в апреле 19 посажена вот в этот горшочек то есть у нее здесь море корней просто посмотреть просто шикарное количество корней позеленение соответственно шикарное тоже потому что уже давно здесь сидит и ну там наверное пена стекло на дне где-то положено поэтому грунт зеленеет на свету такую орхидейку я поливаю иначе то есть я беру бутылку и реально ей наливаю воды где то так вот так бутылочку и но можно прыскать можно прыскать чтобы также стекал если у вас орхидей немного вы можете попрыскать каждую пока так водичка стечет медленно это может даже как-то лучше даже вот а когда у вас вот много и не соответственно два и три часа на это убить не хочется то это делаешь быстро берешь и наливаешь просто чуть-чуть раз так быстрее просто да а в принципе каш могу также попрыскать ее но так как у них корней много они сейчас быстренько все это начнут впитывать все вот так оставляю и воды тоже прилично потому что это горшок маленький это 12 12 это вот так отсюда до сюда это 12 сантиметров это самый маленький из этой оперы то есть орхидейка сама небольшая но она как тут вроде и менее вроде это у меня разрослась и меня на конечно нет так убираем эту что еще бы нам с вами полить это конечно могу до бесконечности просто тогда наше с вами видео за затянется на несколько часов потому что я же медленно все это вам показываю и делаю вот вот такая вот шикарная орхидейка уценка лента в конце января была куплена мной за 99 рублей как сейчас помню у меня таких несколько вот и только по моему одна у меня из лентовских зацвела которая показывала тоже так давно вот это почему-то еще не зацвела я думаю что вот вот скоро тоже тоже великолепная приживаемость в этом грунте мелкий керамзит сверху пеностекло вот здесь видите попался тоже пеностекло зачем ты это тоже положил и тут сразу эти зель и зелено чуть-чуть вот тут тоже пеностекло то есть такая маленькая зелень есть но не критично пока что но вот корни убежали они убежали не успела я придавить их так сказать положить на них груз чтобы они не убегали ну теперь уже чё теперь уже ничего не поделаешь проворонила так проворонила так с двух сторон я обычно стараюсь это делать но если нет возможности когда тороплюсь очень на стеллаже прям поливают а тогда даже и не поворачиваю с одной стороны полью и все а потом знаете вот еще так пройдусь вот так ну чтобы просто пеностекло которое не промочилась когда я полилась бутылки и верхние корни буквально так чуть-чуть совсем и все все налила ей воды где-то насколько тут получается тут в маленьком керамзите кстати плохо понятно не знаю где-то на сантиметра может может сантиметра 2 вот что такая красотка будем ждать когда она наконец-то зацветет так что у нас тут следующая розовая с оранжевым языком то я для себя просто пишу чтобы понимать но я пишу еще дату когда я в принципе наверное сажала и скорее всего вам показывала на видео чтобы понимать что это было за орхидея видимо она была цветущая вот видите вот у меня корень уже доходит здесь хорошо что я сейчас ее так взяла прямо руки я сейчас прямо так вот и раз на корень положила пеностеку раз все и этот корень уже пойдет горшок внутрь здесь я дел пропустила естественно вот так поливала ну орхидейка уже прижитая все хорошо у меня так и водички налью побольше то есть ко всем конечно подход индивидуален это понятно так что тут у нас следующее такая орхидейка здесь была очень куча 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 ваная корней и опять они все по вылезали хотя я ее пересаживала более больше горшочек так когда это у меня было это было в этом апреле ну опять же говорю вина моя потому что проглядела если все вовремя делала конечно но не хватает времени на все это надо вообще от них не отходить тогда сторожить все эти корни чтобы они не вылезали сюда тоже налила достаточно водички потому что уже ну уже давно сидит корни растут все хорошо так следующую еще хочу вам показать вот эту мою красавицу шикарная орхидейка желтая она желтая смотрите я уже сто раз ее показывала что она в каждой пазухе можно сказать у нее цветоносы это цел его не обрезала что-то забыла вот у нее новый живот свеженький тут вообще безобразие полное с корнями конечно я их уже тут накручиваю так вокруг горшка я ее не пересаживала потому что не знаю почему чем не хочется омолодить уже ну вот она цветоносик пускает растет она бывает даже под выпускает сразу пересаживать с цветоносами жутко неудобно еще такая карказябра вся в общем пока я ее откладываю откладываю вот ей тоже в принципе я наливаю воды сразу сразу и прям так щедро у нее тут есть кстати сверху корни такие не очень хорошие это ее старые корни вот этот вот нам старенький ну это при пересадки вают все отрезано конечно пока я не буду ковырять вот она лист уже отсушивает как-то тоже странно в середине может быть цветоносом был пробит скорее всего вот но он как бы нормально с этого краю отсушил не со середины это я проследила все нормально иногда я опрыскаю ей вот эти воздушные корни воздушные как все мы любим называть обычные корни орхидеи смачиваю иногда потому что в принципе когда из орхидеи так сказать повылезали корни и все они воздушные у вас куча 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 прямо воздушных корней за ними нужно следить если вы не будете за ними следить от него вас могут высохнуть иногда иногда нужно вот за ними вот так вот ухаживать потому что веламен он тоже портится высыхает так что так иногда делаю так ну что вам еще интересно или уже хватит показывать как я поливаю может уже там вы устали такая помните загнутым вторым цветоносом вот она так и осталась в принципе вот в прошлый раз когда у нее проблемы были с цветоносом я полезла его вынимать и сломала если вы помните я по моему про нее отдельное видео где-то снимала вот и даже было лучше потому что у меня цветонос сломался а дальше была растущая почка и от этой почки уже пошел полноценный цветонос отросток и как бы была огромная такая мне даже есть видео да там такая огромная гроздь цветов больше даже чем вот здесь то есть в два раза больше пышнее было то есть она еще так раз сделает мне это вот засранка то есть она вот так еще цветонос пустит крючком я его точно обломаю ну до почечки конечно чтобы с почки опять пошел уже полноценный это вообще на красивая эти засранка такая красивая сейчас я ее тоже полью не тоже все с корнями в порядке их много поэтому я так и и поливаю вот все налила водички так и вот так она мне стоит так ну я думаю уже хватит все показала вам как я поливаю и у кого мало корней и у кого много корней могу еще показать недавно пересаженные что у нас тут недавно пересаженная типа я ее назвала яблоневый свет ну вот да уже можно полить так как это орхидейка это красавица пересажена совсем недавно так сейчас число 30 июля написано вроде как в общем совсем недавно поэтому мы с вами ее не будем заливать водой я это сделаю вот так нет вода кончилась уже все то есть это совсем чуть чуть не надо много потому что и я не вижу здесь чтобы они начали расти корни да они же еще не могут так быстро начать расти я мочу немножечко корешочки вот эти но они не намокли сейчас почему-то значит мы сейчас еще преснем с этой стороны где корни в общем задача попасть на корни смочить их ой перевешивает вот как бы все больше я не буду поливать много не надо так вот эту еще видно вам там нет не видно сейчас перенесу тогда но вот эту нашу красотку тоже вот здесь смотрите конденсат она у меня стоит у ну как бы не на окне а вот здесь на столе же да вот с одной стороны как ну окно все время открыто сейчас летом постоянно несмотря без разницы какая сейчас температура на улице все время окно открыто возможно от этого конденсат вот я все равно сверху чуть-чуть немножко делаю такое увлажнение кстати я хотела положить пеностекло мне там кто-то писал почему здесь я не положила пеностекло был такой вопрос я его положу да я просто забыла у меня под рукой не было сейчас я видео закончу снимать и обязательно его положу потому что она как бы больше держит влажность чем керамзит какое-то время сохраняет ну вот собственно и все кого еще полить кого мне еще вам полить перенимашечку перенимашечку не так давно пересажена вот такой горшочек корень вот корень растущие уже есть видите все нормально все они растут также по чуть-чуть опять же смотрим если корни до низу не дошли значит можно налить воды побольше вот и хватит ей так что вот как то так я поливаю насчет удобрений значит смотрите мне просто на самом деле я не против удобрений для орхидеи все кто удобряют они реально молодцы потому что блин я не могу объяснить но это очень долго и мне совершенно но совершенно нету времени на это но если мои орхидеи растут без удобрения цветут ну чё их удобрять то понимаете у меня вот как бы такая это самая политика партии и некоторые не верят что я не удобряю не заливаю там их вообще ничем но я реально не удобряю потому что ну мне полить то некогда но специально для вас я сделаю еще одно видео у меня будет а было одно видео по просьбам как удобрить я делала я поливала какую-то одну причем по моему орхидею даже же не вспомню какую вот я как-нибудь соберусь мыслями и сделаю видео до про удобрения потому что ну у меня очень много что цветет вот и плюс у меня тоже много реанимации там всякой у сыненки на самом деле даже не знаю кого удобрить мне нужно удобрить чтобы не было цветоносов а чтобы ну может быть со стрелком со стрелки что-то вроде уже все распустились но что там вот парочка есть у меня со стрелками но уже с бутончиками пара 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 троек вот он можно их тогда и удобрить попробовать покажу конечно внешне жалко все собственно говоря на этом уже вот полчаса уже вот я полчаса тут ля 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 все спасибо вам большое за внимание всем пока